Девушки отдыхают 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 данные туры с прямым перелетом на регулярных рейсах до Сочи и с проживанием в этом отеле. Буквально вчера у нас были посчитаны туры на Кубу, поэтому тоже, пожалуйста, обратите внимание на тех прямых, прямых и не только прямых перелетов, которые непосредственно представлены из Москвы. Сейчас мы проводим достаточно большую работу по упорядочению наших туров для вашего удобства, поэтому уже можете посмотреть результаты, то, что касается Мальдии в Таиланде и Арабских Эмират. Все достаточно просто, легко, и если вдруг у вас возникают какие-либо вопросы, можете смело к нам обращаться, чтобы мы помогли вам подобрать тот или иной ту. Агентский отдел всегда поможет непосредственно с нашей системой бронировать. На этом кратко у меня все. Я передаю сейчас слово Алене, которая представит наш сегодняшний отель. Он очень интересный, необычный и, безусловно, стоит своего внимания. Спасибо, Ваня. Да, друзья, вижу, присоединились к нашему вебинару знакомые агентства. Очень рада, что вы держите на контроле наши анонсы, наши вебинары, наши рекламные туры. Спасибо вам большое. Что хотелось бы рассказать, пару слов, Аурика. Я буквально две минутки и передам слово вам. Хотелось бы что сказать, что в этом году мы анонсируем на следующей неделе нашу информацию по блочной программе в Арабские Эмираты из Москвы перелетами в Абудаби и Шаржу. Это будет Эйр-Арабия и Этихат. Более подробную информацию анонсируем на следующей неделе. Мы ведем работу над этим. Будут блоки у нас в этом году. Далее, значит, продолжаем мы развивать нашу агентскую сеть, работу с агентствами для привлечения продажи нашего продукта. Поэтому не стесняйтесь, пишите, звоните. Я всегда на связи, готова ответить на любые ваши вопросы в течение 24 часов. Кто уже работает со мной, знает меня. Ну и, соответственно, выводим для вашего ознакомления очень интересные отели. В прошлом инфотуре я познакомилась с отелем в Абудаби Анандара Мангров. Меня очень заинтересовал этот продукт своей необычностью, своим расположением. И поэтому я надеюсь, что он вам будет интересен. И вы его сможете предлагать вашим клиентам, вашим туристам, как такой уникальный продукт в Арабских Эмиратах. Он отличается от других. Надеюсь, вы это... Аурика вам все прекрасно расскажет. И ждем ваших заявок, звонков, писем. Аурика? Да, спасибо, Алена. Как Алена уже сказала, она посетила наш отель, казалось бы, совсем недавно, но также, мне кажется, уже так давно. Да, всего лишь начало июня было. Да, на самом деле, наверное, поскольку у нас такое жаркое лето, для нас это кажется вечностью здесь. Время просто не идет. Мы все ждем. Аурика, вас не видно почему-то. Сейчас, секундочку. А то у меня тут с камеры сейчас... О, видно, да. Значит, сегодня в Абадабе, да, жарко. Не уверена, как в Москве, но в Абадабе сегодня показывает 40. На самом деле ощущается, как 49. Поэтому, я думаю, все 45, возможно. Но нам здесь правду не скажут. В принципе, по температуре, чтобы никто же не разбегался, правильно? Ну, в принципе, ощущается хорошо, потому что нет влажности. Пока жара стоит, нет влажности, можно дышать и спокойно, недолго находиться на улице. Те, кто на пляже, конечно, отдыхает, ну, это хорошо, да, с хорошей 50 плюс защитой. Людям, как нам, конечно, в офисах, ну, мы, конечно, завидуем пляжникам. Ну, несмотря ни на что, турист едет и очень все довольны и счастливы, говорят, нормальная погода. Да, очень, кстати, это лето активное. Наверное, это первое после ковида лето, когда Абадабе действительно заполнен туристами. И очень-очень все живенько, активненько, очень много мероприятий. Вот вы упомянули, да, тоже Sea World, который недавно у нас открылся. Вообще тут экшен, да, как говорится, вовсю и про всю. Ну, Яс Айленд вообще очень активно делает всякие мероприятия. Вот здесь у нас постоянно какие-то звезды летают, кинозвезды, голливудские звезды. Не знаю, слышали вы или нет, тоже недавно запустили рекламу по открытию нового терминала в аэропорту Абудаби, который мы тоже ждем уже несколько лет. Вот Том Круз был первым, кто приземлился в этом терминале. Я уверена, видели где-то рекламу, потому что она везде. На самом деле Том Круз очень любит Абудаби как город, и он у нас постоянный гость не в нашем отеле, но в компании владельцев есть еще один отель в нашем портфолио, он более уникален в виллах. Возможно, вы слышали, как агенты тоже называются Зая Нурай. Вот Том Круз, он постоянный гость на Зая Нурай, так что может какой-то такой уникален. Да, у нас будет скоро вебинар с того отеля. Вот, хорошо, значит, уже вот, но это тоже принадлежит нашей компании, несмотря на то, что другой бренд, в принципе, владельская компания одна. Переходя к нашему отелю, Анантара Истер Мангрувс, находится он на берегу, скажем так, залива. Мы находимся перед зарослами мангров. Это очень такое натуральное, это натуральные заросли, я бы сказала, даже одни из немногих натуральных зарослей в Эмиратах. Настоящая природа занесена в список ЮНЕСКО и считается национальным парком. Отель, вот вы можете видеть на первой странице презентации, это главное здание отеля. Отель небольшой, хотя со стороны дороги вы можете увидеть очень длинное здание. У нас есть еще два крыла, справа и слева. С правой стороны от отеля это резидентские здания, где проживают люди на долгосрочную аренду, кто-то владеет апартаментами там. А с левой стороны есть такая зона, называется променад. Там есть несколько ресторанов, которые отелю не принадлежат. И есть услуги каякинга, аренды лодок. То есть у нас в Мангрув можно здесь арендовать лодки, катамараны. Можно взять на пикник аренду, здесь небольшую такую, как ватрушка мы их называем. Очень они такие смешные маленькие лодочки. Значит, вот в принципе по среде, по местонахождению. Отель находится в очень удобном месте. Он не в центре города, но также он и не на пляже. Мы находимся в районе министерств и посольств. То есть если вы видите впереди отеля воду и красивый вид на природу, выходя из отеля, да, уже выезжая из отеля, вы попадаете в зону министерств и посольств более спокойную. Отсюда очень легкий доступ в аэропорт 15 минут от отеля, в аэропорт Абу-Даби. И 15 минут до центра города. Если гости хотят поехать, допустим, с Адиад или Яс Айланд, это тоже в доступности 15-20 минут. Без пробок, в принципе, потому что у нас находится главный хайвей возле отеля, поэтому очень удобно везде добраться. По транспорту скажу сразу, чтобы уже эту тему закрыть. Значит, что еще есть по транспорту? Гости, допустим, которые проживают, могут воспользоваться бесплатным автобусом от департамента туризма Абу-Даби. Он называется Visit Абу-Даби или Experience Абу-Даби. На него можно зарегистрироваться онлайн. Он абсолютно бесплатный. И у нас в отеле есть остановка этого автобуса. По расписанию консьержа можете взять этот автобус. Он едет абсолютно по всем достопримечательностям города. От нашего отеля он едет напрямую к мечети Шейхазаида, который мы все, конечно же, знаем. Она находится от отеля в 7 минутах езды. Далее он направляется на Яс-Айленд, посещает все парки. И далее он едет на Садияд уже, непосредственно где Лувр, где все культурные достопримечательности. Заезжает в центр города к Королевскому дворцу и возвращается уже потом к отелю. То есть можно, по сути, целый день курсировать на этом автобусе. Он ходит в течение дня, поэтому, в принципе, можно очень даже активно провести вот так день. Не тратя даже деньги на транспорт, если кто-то хочет вот прям такой полноценный экспириенс. Далее по отелю. Возвращаемся уже к отелю. У нас всего в отеле 222 номера, часть которых, большая часть которых, это номера Дилакс. Дилакс с видом на город и с видом на Мангрув. С видом на Мангрув, конечно, это наш самый эксклюзивный вид. Мы работаем тоже над разными предложениями в течение лета для партнеров, допустим, с апгрейдом. Если гости бронируют минимум 3-4 ночи, они могут получить апгрейд на вид Мангрув. Или, допустим, дети тоже идут бесплатно до 12 лет у нас в отеле. Очень ходовая категория, в принципе. В этом году мы поменяли тоже все кровати, все матрасы, потому что хотим тоже принимать большие группы. Соответственно, на данный момент до 160 номеров могут быть превращены в категорию твин. В остальное время, конечно же, кинг доступен. Кинг-кровать у нас 200 на 200, то есть довольно-таки огромная кровать. Сейчас пройдем дальше по номерам. Вот можете увидеть на картинке сейчас в левом верхнем углу номер категории Дилакс Мангрув. Они абсолютно идентичны с Дилакс Балканирум. Разница только в виде. Ну, как вы понимаете, номер 57 квадратных метров, очень просторный. Можно поместить одну дополнительную кровать. И в каждом номере есть балкон. Балкон более похож на террасу, я бы даже сказала, потому что он очень большой размером. Независимо от расположения номера. Единственное, что на первом этаже стандартных номеров нет. Стандартные номера у нас есть на втором и выше. На первом этаже у нас находятся наши эксклюзивные категория suite Anantara Pool Suite. У нас их всего четыре. Вот Алена, когда была, она тоже видела этот номер. Он довольно-таки огромный. 180 квадратных метров. Там есть зал, спальня отдельная, гостевая, уборная. И вот также основная, соответственно, большая терраса. И свой небольшой бассейн. Бассейн, очень приватный, я бы даже сказала. Мы его называем Планч Пул, но он более для меня похож на джакузи. То есть он довольно-таки небольшой, но он крытый, и он свой в номере для гостей. То есть эти номера находятся на первом этаже. Их всего четыре. Они зимой очень хорошо продаются. Хотелось бы больше. Пока что есть, то есть. Стандартная категория там же. Косара, Executive, Mangrove Rooms. Это категория клубных номеров. То есть это уже следующая категория. Здесь что? Здесь гости, конечно же, получают доступ в клубный лаунж. Это завтрак, закуски в течение дня, вечером happy hours. И горячие тоже закуски в течение вечера. Лаунж открыт до часу ночи. То есть, в принципе, времени всегда достаточно. Пойдем дальше. По питанию, значит, вы можете видеть фотографию, часть, я бы сказала, фотографии нашего главного ресторана. Тоже вот в левом уголочке сверху. Это наш главный ресторан Ingredients. Завтрак здесь сервируется шведским столом. Обед и ужин. В нормальное время, если отель не загружен, допустим, на 60% и выше, мы предлагаем гостям меню. То есть мы даем меню гостям, они могут выбрать обед или ужин. По меню. Если же, допустим, в отеле проживают еще непосредственно группы и загрузка выше 60%, мы всегда предлагаем шведские с толкостью, чтобы всем было удобнее и не было задержкой с сервисом. Здесь в главном ресторане, помимо большой зоны основной, есть еще две террасы, верхняя и нижняя. Посадка до 150 человек. То есть спокойно можно посадить всех, не имея очередей, да, как говорится, за едой. И, в принципе, с красивым видом, опять же, здесь видно, мангруст уже выходит. Все-все здесь в отеле сходится к виду, потому что это наш такой уникальный, релаксирующий вид. Мы им очень гордимся. Здесь также что у нас есть? Есть еще Rooftop Bar Impressions. Вот вы можете видеть фотографию в правом нижнем углу также. Замечательный вид на Абу-Даби. То есть вы видите и мангрувы, и Абу-Даби во сочетании такой природы и контраста города, каменных джунглей на фоне настоящих джунглей. Этот бар открыт в вечернее время с 6.30 вечера до 2 часов ночи. Каждый день тоже гости могут прийти. Здесь есть диджей. Это более такое вечернее время. Не ночной клуб, но бар, в принципе. Здесь можно тоже покурить кальян. Такое для вечерней обстановки и меню есть, если кто-то хочет покушать. Может, если не успели на ужин или были где-то в городе, да, вот вернулись, можно там покушать. Меню, в принципе, везде у нас в любых аутлетах международное. И суши, и паста, и супы. То есть можно все найти. И для детей есть отдельное меню тоже. Так что все можно, в принципе, найти. Пул-дэк. Пул-дэк – это наш главный дэк-бассейн. Возле бассейна, значит, пул-дэк работает с 9 утра до захода солнца. Бар уже, который работает непосредственно на кальян, он открыт до 11 вечера. Там есть еще живая музыка каждый вечер. У нас играет девушка на гитаре. Сейчас, конечно, летом он немножко медленнее работает. Но зимой – это очень хорошее место тоже посидеть, вот именно подышать воздухом, насладиться вечером. Да и днем, в принципе, очень комфортно. По тоже конференциям и мероприятиям. Плюс этого отеля в том, что он не совсем резорт, но в то же время он и не совсем бизнес-отель. То есть мы совмещаем здесь и бизнес, и отдых. У нас довольно-таки обширный набор комнат, конференц-залов. От самых маленьких до 10 человек, вместимостью до больших. И, конечно же, главный булл-рум у нас есть, который вмещает до 500 человек. С зоной pre-function, где можно провести, допустим, коктейль, да, и сделать рецепшн. И индивидуальным отдельным входом и паркингом. Мы проводим очень много свадеб. Этот отель очень популярен у нас для свадеб. Вот в булл-руме мы недавно поменяли тоже ковер полностью на более такие легкие тона. Вот вы можете тоже увидеть на фотографии этого конференц-зала палитра тонов, да, в отеле. По бренд-стандарту это такие коричнево-бежевые, немножечко даже оранжевые тона. Что происходит на данный момент? На данный момент наш отель обновляет, обновляет ковролин полностью весь в коридорах. Вот в булл-руме обновили. Мы меняем сейчас цвета более к таким легким нюдовым тонам, да, которые будут в той же приблизительно палитре, но без вот этого темно-коричневого. То есть оно будет давать более такое легкое ощущение, да, гостям без нагрузки. Значит, по свадьбам есть. Если есть какие-то вопросы тоже по конференциям, у нас есть фактчит на все эти залы. Могу прислать, кому будет интересно, в принципе, подробно. Что еще у нас очень популярно? Это СПА. Анантара СПА. Мы получили награду в прошлом году в августе, вот будет год. Сейчас мы работаем уже над следующей наградой. Как лучший СПА в Абу-Даби. Конечно же, заслуженно, потому что, во-первых, менеджмент из Таиланда. Вообще, ну, бренд Анантара – это тайский бренд, как вы все знаете. И, соответственно, наш СПА, он один из самых больших в городе. У нас есть 15 treatment rooms, 15 массажных комнат. Есть мужская зона, женская зона. Также есть комнаты для, допустим, пар. Парные комнаты, да, где, допустим, Honey Mooners у нас очень популярно ездит, воспользуется этой процедурой. Есть комната для похудения. Там специальные аппараты стоят, вот кто покупает пакеты, допустим, для похудения аппаратурные процедуры. Самое популярное, конечно же, и я бы сказала даже такое уникальное в отеле – это наш хамам. Вот его фотография прямо сейчас перед вами. На самом деле он очень большой размером. Его нужно увидеть, чтобы прочувствовать всю эту атмосферу. Прямо как в кино. Он очень большой, считается самым большим хамамом в Абу-Даби. Больше даже, чем в Emirates Palace. Этим, конечно, мы однозначно тут выиграли, да, вот в плане размера. Вмещает от пяти до семи человек за процедуру. Мы предлагаем здесь турецкую баню, либо марокканский хамам. Очень интересные процедуры, очищающие. Отличия между турецким, да, и марокканским, я бы сказала, турецкие – это более такой пенный, да, хамам, вот как в Турции делают, где очень много пузырей, и они вас прям мылом намыливают. В марокканском хамаме это такая жесткая процедура, когда с вас просто сдирают три шкуры, но вы выходите прям такой весь обновленный, то есть это не лучше делать после загара марокканский, вот хамам его лучше делать перед загаром, то есть вас полностью обдирают вот до вашего натурального цвета кожи, и вы прям такой чистенький идете и загораете уже новый загар, и он отлично ложится. Хамам – платное посещение в любом случае, потому что если, допустим, есть уже гости, которые заплатили, бесплатно уже будет как-то вас нелогично пускать, поэтому да, это платное. Что мы еще с хамамом предлагаем? Допустим, если вы организовываете какой-то тур, и это может быть девичник, да, вот перед свадебной, очень много сейчас летают девушки у нас на ретриты тоже. Что мы делаем? Мы делаем групповую, вот групповой хамам, где вот они все вместе там вот им делают эти процедуры. После процедуры вот для тех, кто хочет, допустим, мы добавляем там бутылку шампанского, и они прямо хамами могут открыть эту бутылку шампанского. Сами знаете, сейчас все это популярно, надо там запостить в социальных сетях, где-то что-то показать, еще снять какие-то классные видео. Очень тоже популярно, предсвадебные такие у нас процедуры тоже. Небольшие вечеринки, мы их называем, проходят здесь. Тоже вот кто приезжает, допустим, Baby Gender Reveal, да, которые вечеринки тоже делаем такое. Очень интересное место, можно его воротить, использовать по разным вообще направлениям. Недавно тоже у нас здесь снимали рекламу в этом хамаме, тоже для каких-то вот продуктов, что ли, Moroccan Oil или как-то они вообще называются, уже не помню, если честно, но вот тоже снимали рекламу недавно в этом хамаме. По наградам можете видеть, да, в принципе, я думаю, большинство отелей получают, да, хорошие награды, мы тоже стараемся, да, поддерживать все время и качество, и сейчас после ковида возвращаемся на рынок с более обширной рекламой, соединяемся опять с агентами, то есть мы очень рады дослышать и видеть сообщения от агентов до звонки из-за границы, особенно когда звонят, то есть мы рады поддерживать, рады помогать. Получили мы тоже вот Condé Nast Travel Awards, это один из самых лучших, я бы сказала, в Абудабе Awards, считается престижным, тоже уверена, вы все о нем слышали, поэтому вот мы поддерживаем, да, вот качество, более чем количество. И хотел бы поблагодарить вас заключительным слайдом, да, вот перед тем, как я покажу вам видео еще одно, с нашим прекрасным видом на Монгрув, его абсолютно не передать на фотографии, если вы будете в Абудабе, конечно же, постарайтесь заглянуть к нам в отель, вы можете взять у Алены тоже мой контейн, или, может, Алена поделится моими контактами, буду рада показать отель, кто будет в Абудабе, будет минутка, да, посмотреть, это очень такое место уникальное, оно стоит действительно визита. Алена, спасибо вам огромное за то, что вы выделили время сегодня. Для заключения покажу сейчас вам видео, чтобы прочувствовать немного атмосферу отеля, и, в принципе, могу передавать слово обратно Алене. Субтитры создавал DimaTorzok Алика, спасибо большое. Да, Иван, я извиняюсь, тут еще был вопрос, я его увидела буквально перед тем, как видео включила. Наталья и Елена спрашивают по купанию и для детей. По купанию, ну, бассейн в отеле есть главный, большой, он считается Infinity Pool, да, вот с видом на Монгрув. Пляжа в отеле пока нет, в будущем, в ближайшем, лет через пять, там большой проект реновации, но будет очень много всего более интересного. На данный момент, либо же они могут поехать на пляж городской. Что мы еще делаем? Мы еще предлагаем специальную цену для гостей, которые живут в отеле, доступа в Садият Бич Клаб. Это один из люксовых, да, пляжных клубов в городе. Он находится на Садияте, рядом с отелем Джумейра Садият. То есть они прям друг к другу стоят, стенка к стенке. То есть там вот можем туда отправить. Ну, мы даем скидку более чем 50%. То есть их стандартная цена около 100 долларов на человека. Мы даем 50 долларов на вход. В принципе, стоящее такое место. То есть пока так. Еще есть дикий пляж. Я вот Алене рассказывала, пока она была здесь. Но туда добраться не очень легко. Это для тех, кто уже постоянные гости. Они знают, они берут каяк. И вот по Мангруфт, оплывая на каяке, с задней стороны там есть часть, где люди прям на лодках приплывают и там купаются. Ну, там дикий пляж, он не оборудован. Такие, в принципе, опции есть. Для детей есть детский клуб, есть ТИН-клуб, где приставка электронной игры есть. И игровая площадка тоже есть возле бассейна. В принципе, так. Спасибо. Аурика еще спрашивает про лежаки. Ну, так я так понимаю, что это все в рамках именно пляжного клуба. Да, лежаки, ну, в пляжном клубе, конечно же, включены. Тоже гости получают скидку на рестораны. Там же это все один владелец, и отель, и садзи, и от бичкоп. Поэтому мы стараемся поддерживать. Да, наши гостисти, они решают туда поехать как можно лучше по питанию. Да, есть у нас питание детское в ресторане. Отдельная секция в буфете, да, вот где они могут взять детки себе покушать. И либо же, если это меню, то мы даем детское меню, они могут выбрать тоже. Аурика, а вот вы и сказали, что у вас очень много конференций проходит. Ну, это все, видимо, как-то сезонно, да? Потому что летом и, скажем так, зимой, наверное, это просто отдых, а весной и осенью много конференций. Правильно, да? На самом деле отель очень интересный. Тут не угадаешь. Тут, знаете, нет такой какой-то сезонности. У нас постоянно какие-то проходят либо тренинги, либо вот приезжают делегации, да, какие-то официальные визиты какие-то. Ну, вот буквально три недели назад у нас была группа из России тоже. Это была языковая группа. Ребята организовывали туры, именно языковые туры. Они вот привозили группу. Сюда у них был и тренинг, ну, и они совмещали это, соответственно, с отдыхом, там, пару экскурсий. Очень было интересно тоже. Ну, как бы отдыхающие, они в данном случае не мешают тем, кто проводит конференцию, так же, как и наоборот, да? Абсолютно, да. Потому что ваша зона конференции, она абсолютно отдельная. То есть у нее как свое крыло в отеле. То есть там свой мир, такой небольшой бизнес-мир, и уже выходите более к Мангруп, где вы видите отдыхающих туристов с коктейлем, да, в руках. Ну, да, да, да. А туристы, которые у вас в отеле чаще всего приезжают, они из каких стран? Ну, на данный момент, я бы сказала, Англия, да, у нас хорошо идет. Вот Израиль тоже сейчас поехал, хорошо очень налаживается, да, уже вот так движение. Казахстан ездит сюда тоже у нас в отель. Вот как я начала тоже обратно соединяться с агентствами в России. И в России чуть-чуть не так, конечно, много, я понимаю, потому что все равно большинство предпочтет пляж, да. Но есть люди, которые приезжают сюда, вот тоже из России у нас. Есть тоже Грузия, Армения, потому что есть перелеты в Визеер, сейчас прямые, да, из Азербайджана тоже. Вот эти вот, которые, в принципе, прямые летают в Визеер, им близко, удобно тут тоже, и они у нас и живут. Это те рынки, которые есть. Франция есть, Швейцария. В Швейцарии они летают в основном стоп-оверы, да, вот люди, которые летят на Мальдивы, Таиланд, вот, да, вот, как вы упомянули, через Абу-Даби они на одну-две ночи очень по локации удобно остаются у нас. Ну да, да. А скажите, пожалуйста, ну, традиционный вопрос, самый любимый, да, туристов из России и страны СНГ, русскоязычный персонал, он на каких позициях присутствует? На данный момент это только я в отеле. Я на все про все, поэтому если есть какие-то вопросы, все звонят мне сразу же. Хорошо. Ну, это уже прекрасно. Потому что, ну, наши туристы, они путешествуют, и, скажем так, те, которые довольно часто путешествуют, они предпочитают, чтобы был хоть кто-то, да, кто бы говорил на русском языке. Вот, понятно, что, ну, там не часто, но такие туристы тоже есть, и порой это тоже важный вопрос. Конечно, конечно. Ну, сейчас вспомнила, вот вы говорили за персонал, у нас была группа тоже русскоговорящая, вот когда, и наш директор operations, он итальянец, он наполовину итальянец, наполовину армянин. Очень такая интересная комбинация. Вот он, кстати, говорит по-русски тоже, поэтому он тоже с ними общался, да, по-русски, и они сразу не поняли вообще, как это вообще кто, у него такой итальянский акцент, очень хорошо выраженный, и вот он прям на русском как начал с ними разговаривать, они прям все, вау! Ну, итальянец с армянскими корнями, это очень сильно. Да, очень, да, интересное такое сочетание. Да, да, хорошо. Смотрю, что пока больше вопросов нет, вроде бы так все достаточно подробно объяснили, рассказали. Спасибо вам большое за то, что провели сегодня вебинар, это было очень интересно. Контакты ваши обязательно возьмем, вот, и как только будут вопросы, будем обязательно к вам обращаться. Супер, спасибо огромное, спасибо, дорогие коллеги, пишите, звоните, приезжайте, будем рады видеть всех в Абу-Даби. Рик, спасибо, да, всем счастливо, и до новых встреч, до свидания. До свидания, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok